всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы продолжить тему о сильных сторонах то или иной деятельности в музыкальной индустрии мы уже с вами поговорили про сильные стороны аранжировщика сильные стороны миксинг инженера и давайте поговорим о сильных странах мастеринг инженера то есть на чем должен сфокусироваться профессионал который хочет преуспеть в сфере мастеринга музыки то есть ну первое также как и у всех это конечно же слушать много музыки разных жанров то есть это я не перестаю повторять нужно обязательно ориентироваться в разные музыки вы можете как слушатель любить определенную какую-то музыку слушать куда придет музыку но именно разбираться и быть в теме вы должны как можно большей музыки но конечно же всего объять невозможно То есть у вас есть по-любому, у вас будет какой-то, скажем так, пул жанров, в которых вы будете работать, развиваться. То есть есть вероятность, что вы будете, например, работать только в каком-то рок-метал направлении, например, или танцевальной музыки направлении, или хип-хоп-рэп, допустим. Но все равно, чем больше вы будете слушать, чем больше вы будете понимать тренды, не только художественные, но и, конечно же, технические. Потому что, в первую очередь, мастеринг — это больше технический процесс. Там, конечно, есть доля творчества, но все-таки это больше технический процесс. И такой, можно сказать, дополнительный пункт этого первого пункта — это то, что вы должны слушать именно с точки зрения технического анализа. То есть вы должны прямо технически анализировать частотную характеристику общего трека, громкость, динамику, воздействие отдельных элементов на слушателя. Или слушать музыку на разном оборудовании, чтобы понимать, что и где, и как звучит. Потому что, опять же, часто привожу этот пример, что даже у самых топовых треков иногда выявляются проблемы на некотором оборудовании. То есть слушаешь какой-то уже известный трек от суперизвестного артиста, но понимаешь, что на каком-то определенном оборудовании, на каких-то, например, не самых качественных колонках или затычках, что-то проваливается. То есть не хватает либо баса, либо слишком торчат эски вверха. То есть явно мастеринг-инженер, который делал мастеринг, он больше ориентировался на какой-то там большой звук, может, на какие-то большие профессиональные мониторы, на, может быть, сабвуферы. Но он недостаточно не проверил звук, например, на обычных динамиках ноутбука или, например, в наушниках-затычках. И там, бывает, слушать начинает слишком, ну, как-то резко. То есть громко уже не послушаешь музыку. То есть ты хочешь сделать погромче. Например, едешь в метро в затычках, хочешь сделать погромче, но ты не можешь, потому что уже вот эти определенные частоты так сильно бьют, что тебе приходится делать тише, чтобы просто не травмировать слух. Но из-за этого ты не можешь наслаждаться музыкой, потому что уже начинает слышно быть шумы там метро, транспорта и так далее. То есть такое возникает. При этом ты слушаешь этот же трек где-нибудь в машине или там на обычных мониторах или хорошем звуке, и, в принципе, там все хорошо звучит. То есть там ничего слух не режет. Вот. То есть такие нюансы, их должен человек обязательно перепроверять. И поэтому нужно слушать разную музыку и тоже отдавать себе отчет, как она звучит на разном оборудовании, чтобы, во-первых, воспитывать свой слух, свое восприятие и понимать, когда уже непосредственно дойдет до вашей практики, до работы с каким-то треком, понимать вот эти все нюансы, чтобы, ну, то есть такой некий свой чек-лист выработать, по которому вы проверяете трек, готов ли он к публикации, там, отправке клиенту или, там, выкладыванию в интернет. Либо еще нужно над ним поработать. То есть это такой первый пункт. Второй пункт – это, конечно же, качественное оборудование. Мастеринг наиболее зависим от качественного оборудования. То есть сделать прям какой-то классный мастеринг в каких-то очень маленьких, дешевеньких мониторах в очень неподготовленном помещении, где сплошной ревер, шум с улицы, отсутствие каких-то басов, куча стоячих волн в комнате, ну, практически нереально. То есть в наушниках тем более сделать нереально. То есть если вы делаете мастеринг в наушниках, пускай даже самых дорогих, этот мастеринг будет актуален только для этих самых наушников. То есть если вы сделаете, слушая на этих наушниках, да, там будет, скорее всего, классно звучать, вы даже, скорее всего, приблизитесь к референсам, насколько это возможно в наушниках, но потом, послушав в мониторах, вы поймете, что где-то вы ошиблись. Либо слишком много верхов, либо слишком сильное стереорасширение сделали, либо, наоборот, слишком много или мало басов и так далее. То есть все равно будут какие-то нюансы, если вы только работаете на наушниках и все проверяете только на наушниках. Поэтому если вы серьезно настроены делать мастеринг для своих треков или для треков своих клиентов, то нужно хотя бы минимальный набор оборудования иметь. То есть это должна быть качественная внешняя звуковая карта, должны быть достаточно качественные какие-то мониторы, грамотно подобранные под помещение. То есть, опять же, это важный факт, потому что многие вкладывают все деньги в покупку хороших мониторов, большого диаметра, и ставят при этом в комнату, какую-нибудь, не знаю, 10-метровую комнату, абсолютно незвукоизолированную, с резонансами, с гудящими стенами, потолком, и пытаются из этих мониторов вытащить какой-то приемлемый звук, что, конечно, невозможно. Вот. Также наличие, вот как я всегда советую, какой-то корректирующей системы типа ERC или там Soundworks Reference, например. Ну, то есть, чтобы максимально приблизиться к ровной АЧХ, чтобы вы слышали максимально ровную АЧХ на своих мониторах без каких-то приукрасов, без поднятых басов, без заваленных верхов и так далее. То есть это очень важно. Поэтому качественное оборудование, качественный мониторинг, вот в случае мастеринга, это очень важно, так как мастеринг — это финальный этап работы над композицией, на который еще как-то можно выявить какие-то ошибки. Может быть, даже аранжировочного этапа, ошибки сведения очень часто выявляются на этом этапе, и попытаться их еще исправить до того, как трек уйдет в сеть, и уже сложно будет что-то переделать постфактум. Следующее — это shit-контроль, то есть то, о чем как раз я уже упомянул. То есть это мастеринг-инженер должен иметь возможность перепроверить на максимальном количестве оборудования свой мастер. То есть это должны быть какие-то дешевые колонки для компьютера, это могут быть динамики лэптопа, просто ноутбука, это могут быть затычки, желательно затычки, потому что сейчас очень многие слушают музыку в телефоне через беспроводные наушники или через проводные наушники, неважно. Ну то есть нужно иметь хотя бы одни наушники, даже там стоковые, которые шли вместе с телефоном, там с айфоном, например, и хотя бы на них проверить, как звучит микс. Также имеет смысл проверить, может быть, на каких-нибудь маленьких колонках типа JBL, Bluetooth-колонках, потому что очень многие тоже могут слушать и на таких колонках. И неоднократно возникали ситуации, когда ставишь трек на подобной колонке, и она начинает по каким-то частотам просто дребезжать. То есть прям вот ты слышишь звук, и ты не можешь нормально слушать, потому что там просто внутренняя система дребезжит. Понятное дело, что это уже скорее косяк самой колонки, но если чуть-чуть прибрать какие-то определенные частоты, прям буквально на пол децибела, на большом звуке никакой разницы вы особо не заметите, а для вот таких вот дешевых, какого-то дешевого оборудования, это может быть ключевым фактором. То есть вы это прибрали, колонка уже не входит в резонанс, во внутренний свой чисто физический, и выдает более чистый звук. То есть казалось бы, вы там особо ничего не поменяли, какой звук-то был на большом оборудовании, такой же он примерно остался. А для вот таких вот фиговых, скажем так, более таких бытовых устройств прослушивания музыки уже кардинальная разница вносится таким образом. Поэтому тоже очень полезный пункт, и этим тоже следует заморачиваться обязательно. Далее знание различных стандартов индустриальных имеется в виду, то есть это стандарты радиовещания, стандарты телевещания, стандарты для стриминговых платформ. Ну, как правило, они все прописаны, они все есть в интернете, то есть там, например, для радиовещания это минус 23 люфс. То есть какая бы у вас компрессия ни была, желательно на вот это радиооборудование, которое вещает по радио, отправлять минус 23 люфса в пиковом, ну, в максимальном значении, соответственно. Там для стриминговых площадок обычно требование минус 14 люфс, среднее значение по всей длине трека и так далее. Таких параметров очень много, я говорю, все таблицы, они есть, они даже периодически обновляются, то есть за ними тоже следует следить обязательно в интернете, то есть находить эти все данные и быть, собственно, в курсе вот этих всех стандартов обязательно. И далее это пятое, это умение вычленять ошибки на стадии сведения, то есть это имеется в виду, что если вы что-то слышите, если вы слышите, что явно была какой-то допущена проблема, вы должны иметь возможность, ну, скажем так, силу духа, скажем так, позвонить клиенту или пообщаться с ним, или если вы сами делали сведение, то самим собой, скажем так, провести такой внутренний диалог, что нужно пока остановиться делать мастеринг, потому что на мастеринге решить эту проблему без ущерба остальным каким-то элементам сложно, и надо взять и вернуться в проект сведения и просто там что-то поменять. То есть если вы работаете самостоятельно, это легче сделать, если вы работаете, например, чисто как мастеринг-инженер, вам прислали уже готовый микс, и вы прям слышите какую-то конкретную проблему, может быть где-то какой-то щелчок, то есть это не только творческая проблема, что там кто-то бас слишком сильно задрал, это может быть где-то щелчок от наушников там в дорожке вокала, который слышен в миксе, а после мастеринга, после накачки громкости это будет еще более слышно. То есть вы обязательно должны это все очень внимательно отслушать и принять решение в каких-то ключевых моментах, что нужно написать клиенту или заказчику или миксинг-инженеру, чтобы он этот косяк обязательно поправил. То есть это тоже очень важный момент, потому что, опять же, повторюсь, на мастеринг-инженере висит максимальная ответственность за финальное звучание, потому что он как последний этап проверки всей проделанной работы. То есть на этапе мастеринга может быть выявлена ошибка еще, которая была допущена аж на этапе записи, может быть допущена ошибка на этапе сведения, и даже может быть найдена ошибка, допущенная на этапе аранжировки, то есть когда, например, звук бочки не совпадает немножко со звуком баса, и на мастеринге слышно, что где-то по саббасовым частотам они просто пересекаются и создают жуткую кашу. То есть если этот трек потом проиграет где-нибудь в большом клубе с большими сабвуферами, там сабвуферы будут просто так дребезжать, и чистого звука никакого не будет. И мастеринг-инженер должен обязательно, скажем так, иметь вот эту ответственность, вот это чувство ответственности, чтобы взять и написать, сказать, что я могу сделать мастеринг, но в этом смысла особого нет, потому что есть такие-то ошибки, которые нужно исправить вот на том-то и том-то этапе. И далее уже либо клиент, либо вы сами уже ищете, где эта ошибка присутствует, и ее вычищаете. То есть это тоже очень такой важный момент, который должен помнить всегда мастеринг-инженер или человек, который занимается всем, но в данный момент находится в роли мастеринг-инженера. То есть это очень важный момент, и, как я уже говорил в предыдущих видео на эту тему, что нужно обязательно вот это в себе воспитывать, такое некое расстроение личности, если вы делаете все от и до, и, скажем так, относиться к себе критическому в одной роли, когда вы находитесь в другой роли. То есть это очень важно. То есть когда вы на стадии сведения, вы должны критически относиться к тому, что вы делали, когда вы были на стадии аранжировки. То же самое на мастеринге. Вы должны критически относиться к тому, что вы делали на стадии сведения. Вот только тогда вы добьетесь максимально четкого результата. И, конечно же, всегда сравнивайтесь с референсами. В этом нет ничего такого. Все профессионалы, профессиональные звукорежиссеры, Даже в самых крутых студиях всегда ориентируются на какие-то некие референсы Которые уже проверены временем Что они хорошо везде звучат Что они заходят на аудиторию Они классно работают на разном оборудовании И у любых именитых звукористеров всегда есть некий пул треков Которые они всегда используют для настройки слуха То есть они садятся за работу на каким-то треком И прежде чем приступать к делу Они настраиваются вслух, слушая какие-то треки, которым они доверяют Потому что все очень относительно Баланс частот это тоже понятие очень относительное Есть всякие кривые там по розовому шуму Это все понятно То есть вы наверняка тоже об этом слышали Но это все такие очень усредненные значения Все равно все треки уникальные Набор инструментов уникален, индивидуален Тембра инструментов, их баланс В каждом треке даже одного и того же жанра Всегда равно чуть-чуть уникален Поэтому звукорежиссер должен уметь настроить слух Прежде чем браться собственно за мастеринг И конечно же нужно побольше отдыхать Слушать на разном оборудовании, на разных громкостях И тогда после этого уже с чистой совестью Делать баунс и говорить, что мастеринг завершен Ну что ж, у меня на этом все Если какие-то остались вопросы Обязательно пишите в комментариях Но думаю, что это все и так понятно Если вы занимаетесь мастерингом То вот советую пройтись по такому чек-листу Чисто перед собой То есть как-то проверить Есть ли у вас какие-то слабые недочеты В той или иной области Что стоит прокачать Может быть где-то побольше музыки слушать Может какое-то оборудование прикупить И так далее И собственно желаю вам развиваться Развиваться и расти вместе с музыкой Которую вы создаете Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул Увидимся с вами в следующих видео Всем пока